Некрасивые девушки делятся на две категории. Первая категория... Я серьезно вообще. Первая категория некрасивых девушек, это те, которые не любят женскую природу. Как они выглядят, эти некрасивые девушки, которые не любят божественную женскую природу, не любят раду, которые всех радуют. Как они выглядят, эти девушки? Некрасивые, которые не любят женскую природу. Они не самодостаточные, не уважают себя, зачуханные, забитые, замученные, несчастные. Замученные такие, униженные. Когда она в зеркало смотрит, лучше бы не смотрела. Потому что женщина, когда в зеркало смотрит, что она должна там видеть? Божественную женскую природу. Она думает, блин, какая я красивая. Господь всегда через маленьких детей действует. Господь, когда включается в лекцию, он подтверждает через маленьких детей. Где? Я такая красивая, правильно. Так женщина на себя смотрит. Она думает, красивая, но можно еще красивее. А нам сейчас еще красивее. Вот это уже другое дело совсем. Так, я и так красивая вообще. Но если я вот эту кофточку одеваю, тогда лучше. Женская природа так работает. И она путает себя с Богом. То есть она видит в себе божественную природу через себя. Видит раду через себя. Она видит так, кто ее радует. И она посмотрела в зеркальце. На стране лучше стало. Почему? Потому что она верит в женскую божественную природу. Мне на стране лучше стало, потому что она разглядела через зеркальце кого? Раду. Рада – это сама воплощенная любовь. Это безграничная красота. Безграничная любовь. Безграничная гармония. Безграничная нежность. На всех этих картинах вы увидите одно и то же. Увидите раду. Увидите Кришну. Рада какого цвета? Желатистого. Желатистого. Кришна какого? Синь-голубого. Он наполнен радой. То есть он наполнен женской природой. Он ее любит. Чем человек любит, тем и наполнен. Видите, он носит. Какие одежды? Кришна? Золотые. Как цвет лица у Рады, да? Рада какие одежды носит? Синий. Как цвет лица у Кришны. Вы что думаете, это люди придумали все? Посмотрите на себя в зеркало, и все поймете. Мужчина смотрит в зеркало, что он видит. Я непрекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Видит в себе что? Мужскую божественную природу. Если он ее видит, значит, он красивый мужчина. Красивый означает наполненный собой, то есть, в кое-что, как Богом. Ну, мы все путаем немножко, да, здесь? Женщина себя с Радой путает, мужчина себя с Богом путает. Ну, как бы нормально. Мы же не все понимаем, что здесь происходит. Мои хорошие, итак, первый тип некрасивых женщин, это те, которые смотрят в зеркало и не видят там божественной природы. Или видят мало. Не разглядели. Ну, сами решают, они сами решают, красивая или нет. Вообще, это кто решает, красивая или нет? Кто это решает? Бог решает. Зачем он, зачем он женщине дает рождение? Богу, зачем женщине рождает рождение? Зачем? Да, для того, чтобы она была красивой. Вот для этого он ей дает рождение. Больше нет причин, зачем еще женское тело давать? Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух. Для этого, что ли? Нет? Женщина, для красоты рождается. И женщина должна обидеть это в своем лице. Это первая причина, почему женщина красивая. Есть еще вторая причина и второй тип некрасивых женщин. Второй тип некрасивых женщин, это те женщины, которые не видят мужской божественной природы. Мужчины. Это значит, что они боятся мужчин или не доверяют им. И на их лицах это отражается в виде того, что красоты нет, они бледные. Щечки румяными не будут, девушка не будет краса, потому что мужское божественное начало на ее лице не отражается. Счастье она мужчинам не принесет, такая женщина, потому что нет контакта с мужской божественной природой. Есть разные причины. Допустим, в прошлой жизни женщина напугалась мужчинами. Она в этой жизни рождается и она боится мужчин. Но чаще всего это с позапрошлой жизни, а не с прошлой. Потому что люди рождаются попеременно, то мужчины, то женщины, через один.